Расселение из аварийного жилья, застройка нового микрорайона на птицефабрике и работа в поликлинике в Томилине. Эти темы стали главными на встрече Владимира Ружицкого с жителями. Как будут решать проблемные вопросы узнавала наш корреспондент Анна Троян. Есть территории, где требуется снос. Мы за эти годы целый ряд вопросов решили. И тем не менее, как-то скажу, эти вопросы всегда решаются непросто. Начиная от того, кто-то проживает в жилом доме двух-трехэтажном, те хотят выехать. Те, кто, скажем, где-то рядом проживает, их не всегда это устраивает. Мы всегда ищем какую-то золотую середину. В поисках золотой середины в опросе застройки микрорайона Новотомилина власти уже не первый год. Так и эта встреча организована специально, чтобы запротоколировать все за и против. Основные проблемы сейчас связаны с неудобствами изо строительных работ. Ограниченный обзор при выезде на Рязанское шоссе, доступ к мемориалу Великой Отечественной войны и отсутствие парковки у 19-й школы власти заверили. До конца месяца все вопросы решат. Мы предлагаем это устройство непосредственно парковки в районе, ближайшем к мемориалу, а также пешеходные дорожки для доступа на территорию школы. Пешеходная дорожка будет выполнена из твердого покрытия. Парковка будет бесплатная. Также из твердого покрытия. Парковочная площадка будет организована в непосредственной близости к мемориалу. Значит, еще раз, деревья мы не рубим. На месте бывшей птицефабрики возведут современный микрорайон. 10 многоэтажек, поликлиника, два детских сада. Пристройка к 19-й школе на 550 мест, новая транспортная инфраструктура. Чьи дома попадут под реновацию и кого ждет переселение – самый злободневный вопрос для тамилинцев. Всего предусмотрено под расселение 20 домов. В первую очередь мы будем расселять 10-й и 15-й дом. Для того, чтобы нам расселить 10-й и 15-й дом, мы, собственно говоря, возводим первые 4 пилотных дома на этом проекте. Своё нежелание стать переселенцами выразили многие жители многоэтажек, построенных в 70-е годы. Мнение тамилинцев станет решающим, говорят представители власти. Когда идет переселение граждан, идет работа индивидуально с каждым. Никто дом бульдозером не снесет до тех пор, пока квартиры не переселены. Кроме того, свою обеспокоенность выразили владельцы квартир с хорошим ремонтом. Кто платит расходы за переезд и по какому принципу дадут новые квартиры, рассказал Андрей Сыров. При расселении, когда инвестор проводит расселение микрорайонов, у нас в муниципалитете действует рабочая группа. Все спорные вопросы мы выносим туда и индивидуально отсматриваем и отрабатываем. Наша задача – защитить интересы жителей. В частной квартире при расселении учитываются все, первое, рыночные стоимость жилья, которые они имеют, с учетом обязательно ремонта. Нареканий на работу поликлиники в микрорайоне птицефабрика тоже было много. По этому вопросу Владимир Ужицкий отправил проверку в медучреждение для выяснения ситуации.